Hello Bro! Сегодня мы разберем отображение клапанов и линий и их изменения. На прошлом уроке мной была допущена ошибка. Я удалил линию надреза гиба, что сыграет нам на руку в этом уроке. В первой нашей составляющей мы нажмем либо на панель быстрого доступа Edit Flaps, либо на клавиатуре горящей клавиши Ctrl Plus F. Рабочее поле предлагаю сделать большим, скрыв 3D модель. В Position мы видим Operation for Selected Edges, как переводится операция для выбранных кромок. Операция Inner Edges, переводится как внутренний край, предлагает нам несколько функций. Первое Switch Flap Position, переключение положения клапанов. То есть клапана переносим с одного края на другой. Второе Place Flap On The Side, переводится как поместить клапан на эту сторону. Берем отдельную деталь без клапанов и левой кнопкой мыши полностью ее выделяем. Как видим все клапаны переместились на эту деталь. Третье Place Flap On The Side, переводится как поместить клапан на другую сторону. Берем все ту же деталь, выделяем левой кнопкой мыши и убираем клапаны. Кстати, эти команды дублируются нажатием правой кнопкой мыши, только курсор нужно подвести к кромке. Если вы в рабочем поле нажмете правую кнопку мыши, то эти команды тоже дублируются с главной панели. Науфлап отменяет клапана. Place Flaps On The Side, ставят клапана с обоих сторон. Do Noten, командой ничего не делать. Board Edge, переводится как должен ли край. У данной модели есть края, которые ну никак не используются. Они как правило выделены красной подсветкой и ни с чем не взаимодействуют. Опция Flaps With Mountain Fold переводится как клапан с возвышающимся гибом. Или на наш лад клапан с гибом на себя. Flaps With Mountain Fold переводится как клапан с углубляющимся гибом. Ну, либо клапан с гибом на себя. Flaps Without Fold, клапан без обозначения гиба. No Flap, нет клапана. Do Noten, командой ничего не делать. Shape, форма клапана. Set Height, высота клапана. Set Height, угол наклона. Разумеется в градусах. В опции Set Edge Color видим функцию Hide and Line работа со скрытыми линиями. То, что на прошлом уроке мы скрывали, сейчас отображаем в красный цвет. Валле низина впадина или штрих пунктирная линия гиб от себя. Разукрасим штрих пунктирную линию как на 3D модели в голубой цвет. Попрошу заметить, что пунктирную линию в данный момент мы не сможем окрасить. Mountain, гора-возвышенность или пунктирная линия гиб на себя. Окрасим пунктирную линию в осиний цвет. Остальные линии также мы не можем редактировать. Cut Line, линия разреза. При нажатии на ластик также скрываем линии. Вернем наши линии разреза. Также можно работать со всеми типами линий сразу. В настройках Line Style мы видим Cut Line, линия разреза. Solid твердая или Non нету. При нажатии на Non все линии разрезы у нас скроются. Solid отобразятся. Возвышающийся гиб линии Solid твердый или непрерывная. Non нету. Дот, точка, пункт. Здесь мы сами задаем параметр нашей линии, например, Valley Fold Line. Height Neurly Float Floating Lines. Скрыть почти плоские линии гиба. Также эту опцию мы видим в Line Color Tool. И ползунком мы регулируем количество полигонов на нашей модели. По стандарту это значение 175. Оставим его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...